ИЮЛЬ Да, впереди у нас охапка классных релизов, как минимум. Будем надеяться, и без новостей с анонсами тоже не останемся. Ну а о том, что известно на данный момент, в инди-дайджесте на stopgame.ru вам поведают Глеб Мещеряков и Иван Лоев. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А во-вторых, на свой ютуб-канал Тайлер залил две с половиной минуты записи геймплея, которые подтвердили, что игра представляет из себя, по сути, черно-белого супер-мид-боя. Но без скроллинга. Ой, будет интересно, я в предвкушении. Теперь смело переходим к итогам Е3 в, так сказать, инди-разрезе. Прежде всего, о Деволвер. Вам, конечно, уже все уши прожужжали тем, какая мозговыносящая конференция получилась у главного инди-издателя, но мы не можем оставить её за бортом и не порекомендовать ознакомиться с записью. Да уж. Единственное, чего не хватило, так это новых игр и клёвых анонсов. Основной же площадкой для представления авторского творчества стало шоу ПК-гейминга. Богемия Интерактив представила там свою новую солнечную угловатую выживательную песочницу Айлендс. Наверное, её можно охарактеризовать как «Майнкрафт встречается с Rust» или «Тип Тао». Я бы отметил, что Богемия вызвала подобным анонсам некоторый диссонанс, учитывая былую ориентацию команды на суровые военные симуляторы. Но тем, наверное, и интереснее. А вот компания Кли диссонанса не вызвала. Во всяком случае, что касается визуального воплощения их нового проекта «Грифт Лэнс». Стиль всё равно прослеживается. Хотя мне понравилось, что художники добавили в свою работу побольше реализма. Я заинтригован тем, что нам игра предложит в плане геймплея. Судя по дебютному трейлеру, нужно будет много исследовать, вести переговоры и сражаться. Не исключено, что в пошаговом режиме. Но как конкретно всё это будет функционировать, совсем непонятно. Так что ждём дальнейших подробностей. Пошаговыми боями отличилась и Wargroove – канонично-пиксельная стратегически-ролевая игра. Но, признаться, никаких особых чувств она у меня не вызвала. То ли дело The Last Knight, что была представлена ещё на конференции Microsoft. Вот это действительно весьма заманчивый проект. Неистово стильный, с классным музыкальным сопровождением и геймплейным духом флэшбэк. Если The Last Knight оправдает возложенные надежды, повторив или даже превзойдя достижение The Way, другого наследника творчества Delfin Software, я буду таааак счастлив. Дабл Файн, в свою очередь, представила разработку под названием Ублиц, которая, цитируя меткого комментатора, отписавшегося под трейлером, целит в любителей покемонов, Animal Crossing и Star Drew Valley. Зашкаливающая милота, ведение фермерского хозяйства и взращивание чудаковатых питомцев в комплекте. Ага, можно упомянуть и другого комментатора, у которого, по его словам, увиденное вызвало диабет. На мой взгляд, очень ловкая метафорическая характеристика. Ну и закруглим тему PC Gaming Show на BattleTech, серьёзном, как в старые добрые симуляторы боевых, прямо шагающих роботов. Любители настраивать, комбинировать и экспериментировать с разными манерами ведения боя наверняка останутся довольны. Тут есть где развернуться. Кстати, разработкой занимаются создатели серии Shadowruns, которые, ты теперь, думаю, в особых отношениях. Я вот недавно узнал про это, да, и теперь с большим интересом поглядываю в сторону BattleTech. Хотя, признаться, тема не то чтобы моя. Так, ну, за рамками Е3 тоже кое-что случалось. Не могу, например, не отметить, что IO Interactive стала полностью независимой. Так что Hitman — это теперь инди. Состоялся анонс специального издания двух хитов в студии Playdead — Limbo и Inside. Для любителей тактильных ощущений. Коробочки поступят в продажу 15 сентября. Тем временем бывший сотрудник Playdead Дина Патти, заручившись партнерством с аниматором Крисом Олсоном, вовсю трудится над игрой Summerville. Результаты трудов уже даже складываются в ролики и гифки. Какую-то конкретику пока выудить не так просто, но, на мой взгляд, принципы той же Inside нет-нет допроскакивают. Что касается повествовательной основы, то, как гласит официальное описание, Summerville — это научно-фантастическое приключение, которое рассказывает о жизни персонажей перед приближающейся глобальной катастрофой. Жаль, но релиз еще наверняка ой как не близко. Пара разработчиков активно ищет себе в подмогу всех подряд. Дизайнеров, программистов и аниматоров. Так что запаситесь терпением. Адвенчура Машинариум от Амонита Дизайн получила основательное обновление, включающее в себя перенос игры на новый движок, ачивки, а также поддержку высоких разрешений, геймпадов, облачных сохранений и прочих благ современности. Так что, если по каким-то причинам эта милая история прошла в свое время мимо вас, вот вам отличный повод исправить ситуацию. Ну и на закуску еще несколько кадров со съемок отечественной короткометражки по мотивам «Papers, Please». Так, глядишь, и до полноценного трейлера дело дойдет. Ну, до трейлера пока дело не дошло, но вот интервью создатели фильма дали. Из него стало понятно две вещи. Во-первых, авторы отдают себе отчет в том, что делают. А во-вторых, Лукас Поуп выдал через твиттер инфу о съемках несколько неожиданно и поспешно, так что даже об ориентировочной дате релиза и платформе пока речи не идет. Ну, а послушать весь двухчасовой диалог можно у нас, например, в блогах. Ссылка, как водится, прячется в описании. Все, го в препарацию. Так уж получилось, что блицы сегодня снова оккупируют фен. Да я и не против, собственно. В конце года с тебя что-нибудь спросим. А пока приступим. Первым делом стоит обсудить релиз DLC Crimson Court для одной из главных инди-игр прошлого года, Darkest Dungeon. Да, это будет интересно. И первым же делом хочется узнать, как работает дополнение и как вплетается в основную игровую механику. Это какая-то новая, полностью независимая история? Просто новая локация со своими боссами, куда можно заглядывать в свободное время? Или что-то совершенно иное? А по сути это что-то среднее. Новая локация, внутренний двор, добавляется на основной игровой экран. Но действует она не как остальные зоны, где миссии случайным образом генерируются пачками. Местные, с позволения сказать, данжи, это не данжи, а скорее прогулки по двору легендарного особняка на обрыве. То есть стресс не обваливается на героев из-за темноты совсем. И соответственно, факелы, например, сжечь уже не нужно. Чисто субъективно, даже плотность противников здесь понижена. Да уж сложнее, чем в темнейшем подземелье, тяжко что-то придумать. Однако легкость в моих словах не означает легкость игрового процесса. Потому что только поначалу так кажется, что раз сразу не разверзаются над героями все хляби небесные, то все будет хорошо. На самом деле нифига, как и новые противники, новые данжи берут не столько лобовой атакой и нахрапом, а обманчивым измором, своей длительностью. Можете самое большое встреченное в оригинале подземелье увеличить раза в три, и вот тогда получите примерное представление о том, насколько здесь все масштабно. То есть типа кусают помаленьку, но долго, постоянно и настойчиво? Вот именно. Как комары какие-то прям. А вот это кстати в точку, ибо новые противники это как раз кровопийцы и есть. Огромные комары и всех фасонов и расцветок комара-люди. Какие-то лакеи, дворяне, бароны, графы и графини. В общем-то Бестиарий обновился достаточно любопытно, как с точки зрения новых механик, так и с точки зрения дизайна, что для игры с таким ярким визуальным стилем я считаю весьма важно. А я вот слышал, что многие ругаются на новое дополнение за то, что там, дескать, все плохо с балансом. Новый герой не очень-то хорош, а старых, эти самые комары и вампиры, постоянно заражают каким-то багряным проклятием, которое нельзя излечить. Эм, ну тут все не так однозначно. Новая болячка, да, достаточно напрягающий элемент, потому что больные персонажи начинают требовать к себе повышенного внимания, а без оного. Кидаются на своих же союзников, творят фигню во время боя и мешают нормально жить другими способами, пока наконец не откидывают копыта. Впрочем, кровь, которая их успокаивает, теперь вываливается в боях достаточно регулярно. Больше меня напрягает другое. Вампиры после установки этого дополнения начинают появляться не только в новой локации, но и в старых, из-за чего риск заразиться появляется у любого пошедшего в поход героя. Хоть новичка, хоть уже опытного вояки. Ну и в-третьих, лично мне не понравилось, что дополнение вплетено в основную историю. То есть нельзя, имея уже какое-то сохранение, просто взять и сосредоточиться на зачистке внутреннего двора. Каждый поход туда – это выматывающая группу путешествия. Да, отступление с такого эпического квеста не сулит глобальных проблем. Уровень не будет собран заново и населен противниками, чтобы в следующий раз вам опять пришлось через всех них пробиваться и выяснять маршрут. Вот только есть одна проблемка. За вход во внутренний двор взымается плата. Один пригласительный билет. И где его брать, лично я не разобрался. То есть из пяти наигранных в дополненную версию игры часов, только час или полтора я провел в новых подземельях. Оставшееся время пытался найти злосчастное приглашение, чтобы туда вернуться, но… нет. И до сих пор даже не знаю, где его искать. К тому же профукал практически всех своих прокачанных персонажей и надо теперь их качать заново. В общем, очевидно одно – надо начинать с нуля с этими вампирами бороться, тогда процесс будет более гармоничным. Впрочем, приятно было поглядеть на возникшие за последний год нововведения. Тут теперь можно улучшать город, возводя дополнительные постройки. Случаются всякие глобальные и локальные события, оказывающие не слишком большое, но ощутимое влияние и прочие мелочи. В общем, приятно видеть, что игра растет, но грустно осознавать, что для ознакомления со всеми новинками надо опять провалиться туда часов на 20-30. А по-хорошему и на все 50. А у меня факторивающая ядерная энергия на тестовой ветке не освоена. Вот это выдал ты так выдал. Вообще, что касается дополнения, то DLC для последней XCOM тоже ведь по такому принципу работали, что вполне разумно. Да я не спорю. Мне просто больше по душе распространенный нынче подход, когда в дополнении ты получаешь не расширитель геймплея уже пройденной игры, позволяющий более необычно пройти ее снова, а небольшой кусочек той же игры, но слегка измененный, со своей историей, какими-то фишками, как, например, случилось недавно с Джаз Панк. А что там, DLC для нее вышло? Да, про посещение супермаркета. Хм, и как оно? Соответствует духу оригинала? Однозначно. И в этом как его главное достижение, так и главный недостаток. В общем, смотри. Что такое Джаз Панк? Это игра, которая на моей памяти лучше всего генерирует полное непонимание картины происходящего. Это и сатира, и какая-то дико независимая наркомания, и симулятор человека под какими-то тяжелыми веществами, и еще черт что, и сбоку бантик. Теперь мы берем вот эту формулу и применяем ее на человека, которого отправили в магазин. Что из этого может получиться? Да все что угодно. Правильно. Если проходить этот эпизод целенаправленно, ну вы закончите его минуты, наверное, за две. Но здесь столько всякого бреда вокруг нагородили, что ходить по супермаркету можно с полчаса где-то, смело. Арбузы интеллектуалы, бургеры дыроколы, кондитерские изделия с тюремными флешбеками, и куча всякого другого угара, который не столько радует, сколько удивляет. Как создатели вообще, блин, додумались до такого? Но в итоге даже доскональное изучение дополнения отнимает не больше получаса, я так понимаю. Да, около того. Но дополнение стоит-то всего 80 рублей. Учитывая, что аналогов у Джазпанк практически нет, это отличный шанс снова окунуться в атмосферу. Хотя я бы на самом деле с гораздо большей радостью освоил вторую часть. Ну а пока ее нет, давай про последнюю игру выпуска. Или там у нас опять дополнение? Нет, полноценная игра. Называется World of One. Что-то сходу какой-то атмосферой лимба от игры веет. Я бы даже назвал это вариацией на тему того, как могла бы выглядеть сказка «Маленький принц», если бы ее рисовали в стилистике лимба. Потому что дело происходит на маленьких планетках или астероидах, а главный герой живет в одиночестве и в саду у него растет роза. И что же сподвигает его пуститься в путешествие? Странные события. Он видит какого-то другого человека, которого здесь отродясь не было, тень. А потом из поверхности его дома астероида вдруг вырастает маяк. И герой отправляется в свое странное путешествие самопознание. Но сюжет, как и в Лимбо, надо придумывать самому. Не, здесь все на самом деле довольно однозначно и прозрачно. Как только заканчивается вводная доза уровней, интрига знатно проседает. Я бы сказал, что главный герой даже слишком сильно любит комментировать происходящее, что порой несколько мешает. Потому что, если ты видишь какую-то странную штуку на экране, он обязательно остановится и скажет «Ууу, я вижу какую-то странную штуку!» Ну так, как бы, и игрок тоже видит странную штуку и тоже наверняка думает о том, что он видит странную штуку. Мне кажется, совершенно не обязательно дублировать это еще раз. Ну, то есть сюжетом игра не может завлечь. А как там с игровым процессом? По сути, перед нами платформер с логическими задачками по мере возможностей, вписанными в мир. То есть формула, знакомая по Лимбо. Но в отличие от нее, здесь мы имеем дело с чуть более необычным окружением. Вследствие того, что дело происходит на астероидах, размеры которых вполне сравнимы с размерами главного героя. Из-за чего каждый уровень – это своего рода логическая загадка на открытом воздухе, но при этом в замкнутом пространстве. И поначалу эти пазлы кажутся совершенно элементарными и проходными. А потом все становится неоднозначнее. С одной стороны, они, да, становятся сложнее, заставляют думать и осматриваться. Но с другой, периодически решения берутся совершенно с потолка. Нет вот этого, знаешь, осознания, что ты понял загадку, замысел автора или что-то такое. Тут ты просто на рандоме как-то проскакиваешь и внезапно хоп, и все. Хм, звучит неприятно. Вот как раз звучит игра очень приятно. Вообще, в целом, главное, что меня удерживало в ней – это атмосфера. Сюжет простенький, анимация очень незатейливая, да к тому же и управление не самое отзывчивое. Но вот сочетание звукового и видеоряда мне определенно понравилось. С другой стороны, в игре на самом деле больше механик, чем кажется на первый взгляд. Например, в один момент нам дают лопату, которой можно не только некоторые преграды ломать, но и врагов убивать, которые тут тоже, оказывается, есть. Боевка, опять же, кривенькая и простенькая, но тем не менее имеется. Правда, в лучших традициях Souls серии гораздо проще мимо врагов бегать, чем с ними сражаться. Благо, эпизодов, где нас запирали бы в камере с монстрами и заставляли всех убить, я не встречал. Вот вроде говоришь ты неприятные вещи, загадки не очень, боевка простая и кривая, сюжет незатейливый, но я в этом не чувствую какого-то негатива. Значит, есть все-таки за что игру любить? В общем-то, да. Ты вот как-то говорил про очарование среднячковых игр. Тут, наверное, схожая история. Игра нифига не идеальная и даже, не знаю, не уверен, что я могу назвать ее вот хорошей. Но в ней ощущается старание, что ли. Насколько я понимаю, для авторов это дебютный проект, поэтому при том, что World of One я не могу горячо рекомендовать вообще всем, тем не менее, мне кажется, проект заслуживает вашего внимания, если вам нравится то, что вы видите на экране. Не только чтобы поиграть, узнать, но и чтобы поддержать авторов, потенциал которых, я надеюсь, полноценно раскроется в их следующих проектах. О, как оптимистично мы к финалу подошли. Что ж, с Блицами покончено. Давайте прощаться. Вот уже и июнь за плечами. Лето стремительно движется к своему пику. Подходит к зениту, правильней сказать. И в следующий раз выпуск у нас действительно намечается жаркий. Новая игра от Макмиллана, пайр от Supergiant Games и наверняка что-нибудь еще. До встречи через месяц под ламповым навесом стоп-гейм-ру. Ииии... Это платформер. Платформер! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова